В эфире программа «Навин Регион» у студии Кристина Каранкевич. Добрый день, у этом выпуску глядите. Задание по посеве зимы в Сбожжевых в первой канале. В области засеяно 113% площадь от плану. 188-я гвардейская инженерная бригада, что размещается у Пашкова, отзначила 75 год с дня заснования. Драники и добрый настрой для усих. Як прайшоу фесту гонор самой любимой стравы белорусов у выпуску. Могилевщина первой канала задание по посеве зимы в Сбожжевых культур. На ранецу другого костричника в области зимы засеяно 209 тысяч гектаров. Это 113% от плану. Зимы зимы в Сбожжевые культивируют во всех районах Могилевской области. Традиционными для выросшивания в области з'являются зимы пшаницы, третикали и жита. Культуру выросшивают як на зерне, так и на зеленый корм для живелы. Сяубу в области ожитивляют больше 400 комбинированных посевных агрегатов. У целых площадь подозимы складывают амаль 230 тысяч гектаров. Ориентировочно сяуба протягнется до пятого костричника включна. На пожары у Быхове загинула Жанчина, а гары у приватный жилы дом. Коли в супрацовники службы 101 прибылі до места здарення, спад даху ішов густы дым. Дверы были зачинены знутры. Подчас ликвидации узгорания у адым спакоя воротовальники знайшли тело 47-годовы госпады недома уладанья. Специалисты меркуют, что пожар мог отбыться за неостережностей при куренні. А у Шклове подчас пожару воротовальники эвакуировали 19 человек, з їх шастера дятей. У згорания отбылось ночью у интернате. Ніхто не потерпів причину пожара, посвятляю спеціалисты. День открытых дверей у юбилей войсковой части. 75 год з дня засновання отзначила 188-я гвардейская інженерная бригада, что размещается у Пашкова под Могилёвом. Вороты у гэтый день у войсковую часть были отшинены для усіх тікавных. Им показали своєнопрацовки сучасную техніку, якая стоїть на узбраенні інженерных войсков. А так само узнагородили тих, хто вызначився подчас недавніх вученью і загады службы. Гости свята змогли примерить форму водолаза, отшуться без сапёром, собрать, разобрать автомат. Войсковцы лічують, що така сустреча стала добрым прикладом патриотичного виховання. Для усіх присутных зладзіли показальне меропраємства. Военная професія – это просто интересно. Много чего интересного. Чего именно военная часть – это именно парни. Девушкам тоже може здесь что-то быть интересное. Даже повлазить по машинам – это интересно. Народ это все видит, дети это все посмотрят, потрогают наяву, как это все есть. Так что дитям, я думаю, что это интересно. И почаще бы такое было, чтобы дети это все видели, как в нашей армии. Все добре. Больше за 3000 удельников собрал первый Могилевский мебелаин-марафон. Лепших вызначали атлеты из усіх регионов Беларуси, а так само России, Польши, Литвы и Италии. Сирот триумфаторов с поборництву и простовники нашей области. Каким отримался перший в истории Могилевский мебелаин-марафон, расскажет Илья Соболев. Подзея, якую мы чекали 30 годов. У неделю Могилев прямо улегка атлетычный марафон. Подзмагаться за яго у знагорода вышли як аматоры, так и профессийные спортсмены. Мы, кажется, еще не так давно встречались с губернатором, и у нас вот такая рождалась такая идея, я думаю. И вот если ты очень веришь, и если ты приложишь очень много силок, я думаю, не может у тебя жизни не получиться. Я очень верю, здесь может будет рождаться чемпионы, которые гордостью будут нести белорусский флаг на мировых аренах. Марафонцы поспробовали свои силы на одной из трех дистанций. Большинство атлетов выбрали бег на 4 километра. У девчат, петшей на финише, была могилевчанка Илона Иванова. В моей личной коллекции этот губок я уже даже не знаю, какой по счету, но все же приятно, конечно, к победе. Я занимаюсь спортом профессионально, в основном я бегу, моя дистанция там 800 метров. А здесь для участия все красочно, красиво. У нас впервые в Могилеве такой пробег проводится, поэтому для нас это как праздник. Святым марафон стал для всех его удельников, а это рабочая, дядь, служатшая студенты. Усеяны не побоялись выйти на старт и годно представили Могилев. Я поступила в Могилевский государственный дистанции от удовольствия, и там я начала ходить на легкую атлетику. И нам сказали, что если мы пробежим эту дистанцию, то это будет хорошим стартом. Не первая медаль. Вот я греблей занимаюсь. Вот. Поэтому хорошо, если будут такие марафоны чаще. Вот так очень понравилось. Хорошая атмосфера, все так хорошо настроены, весело. Мы решили выйти семьей, поскольку, ну, выходной праздник сегодня, день учителя, день пожилого человека. И как бы решили поддержать такое массовое, хорошее спортивное мероприятие, как мебилайн-марафон. Самой складанной, зразумела, была марафонская дистанция 42 километры. С выником 2 годины 53 хвилины перемогу святковал наш земляк Юрий Капцеров. Сложного, наверное, не было. Мы пробежали ее, готовились, как тренировку бежали. Пробежали, как хороший длинный бег. Эти горы даются, ну, неспроста. Пришлось пятый и шестой круг немножко потерпеть в эту гору. Ну, а так, все удачно, все. Как и рассчитывали, рассчитывали выиграть. Мы и выиграли. Могилевский мебилайн-марафон этой осенью стал халовной спортивной подзеей Могилевской области. По улицах областного центра пробегли тысячи удельников с разных краин света. Организаторы обещают, Могилевский марафон станет традиционным спортивным святом. Илья Соболев, Виталь Воксев, Новина региона. Садовины и Городнины у Достальна. Районом Кермашидары в осень и в Могилеве городжанам этими днями витаминную продукцию пропонували каля 30 субъектов господарения. Сельгас-вытворцы, гандлёвая кропки и индивидуальные предпринимальники привезли широкий ассортимент от бульбы и наливных яблоков до мясной и рыбной продукции. А еще саджанцы, клетки и шмача гуиншага. Например, бульбу можно было набыть у середням за 35 копеек за кило. Капусту за 25. Могилевчане используются мягчимостью набыть свежие продукции и чинных вытворцев и сделать запасы на зиму. Надо посмотреть и перчика, и картошки. Осень же все-таки, всего надо посмотреть немножко. Мы из Брызгской области, Солинский район, деревня Рубель. Это вся ваша продукция? Все наше выращиваем, да. Все с огорода? Да. Огурцы, перцы, орехи грязь. Люди покупают, берут? Ну, конечно, берут. А что больше всего нравится? Какая ваша продукция? Клюква. Клюква? Ну, яблогрушки нету. А это сливы, крыжовник, смородина. Купил много чего. Рыбку, клюкву. Все на зиму. Наступным разом кирмаши у Могилеве зладзять 14-го кастричника для 17-й школы, а 15-го кастричника у микрорайоні Соломенка, побыш з гандлёвым центром Крыница. У восень у Могилеве плануються провести 22 кирмаши, а по області у вогулі каляр 4 сотень. Драникаў і добрага настрою хапіла ўсім. Даніну Павагі самай любімай національній страві беларусу аддалі ў Могилевскім этнокомплексі «Зялёный Гай». Профісіоналы з навучальних установ і кулинары-аматары гэтавалі драникі розны і смачныя для спаборністу і просто ўсіх наведвальнікаў. Былі ў программі і конкурсы з бульбай і аутентичная музыка. Атмосфера і смак цвята ў нашым атраяле. Такіе наші беларускі драникі. В Беларусі ў нас в этом гаду очень хорошая картошка. Посмотрите, как прекрасна, когда ёссё. Мы ўже зготовили два ведра, пожарили дранику. Пательня ў дзельнікаў фэсту не остыває. Наводар смаженай бульбы ідуть і ідуть. Такой колькості бульбяных аладок, як ў «Зялёным Гай» не готові ні одна госпадыня. Аматоры і профісіоналы кожны по своім рецепці бесплатно смажать драникі для ўсіх. Але головна їх задача – здівіть журы у конкурсе налевшую страву з драниками. Это аладзі з картофельного пюре, добавляли сюди разные спеції. Тмін, коріандр, даже добавляли паприку. І добавляли, ну, всё, это как бы не традиційна технологія, считається. Залепши драник і прыс «Золотую цёрку» спрачаліся сім команд. Трызі їх – профісіоналы з Могилёвського университета харчавання. Ну, а гості свята выбірали сваїх фаворитів. Ти наверняка драники любиш. Да. А за що? Вони вкусні просто. А скільки ти за раз можеш съесть? Много. Вони вкусні були інженерно-экономічні факультет. В РУ. Вони очень отлічні драники, вообще советую всім. Це, мне кажется, в першу чергу, можливість віддохнути, получить положительні емоції, ну і плюс – встреча з друзями. Конкурсы ігульні з бульбай для малых, атмосферні фото-зони і просто добре баулене часу. Гастрономічне-музічне свято наведали коля 10 тисяч чоловік. Фест став доброй нагодой, каб узгадати, що нас обед новий більшим здається. Важно, що сьогодні у нас, так скажем, по главі угла, наше національне блюда «Траник». І Могилєв імеє право, сьогодні таке імеє право, і надєємся, навсігда таке право, претендовать на звання кулинарной столиці, як мінімум Білорусі. Олесь Рубалка, Кристина Каранківич, Миколай Соболю, Новини Регіона. На гэтай випуск завершений. Дякую, що були із нами. До зустрічі. Дякую.